Скажите, в вашей компании, в вашей фирме велопроката есть такой соблазн купить недорогой БУ-велосипед? И как вы можете себя застраховать в этом смысле, чтобы не купить велосипед с какой-то чёрной криминальной историей? На самом деле, сейчас послушав мнение... Стало страшно. Закрываем фирму. Нет, нет. На самом деле, мы себя обезопасили. То есть у нас был горький опыт однажды. Расскажите, что за горький опыт? Велопрокатом мы занимаемся первый год. До этого у нас зимний прокат был. То есть, по сути, три года мы занимаемся прокатом сноубордов. И когда мы были маленькие, неопытные, то есть, грубо говоря, пришли четыре человека, нам дают документы, права. Так и так, мы уезжаем, нам документы нужны. Мы, грубо говоря, на одни права выдали сноуборды. Вот. И нам их, соответственно, не вернули. Вот. То есть мы также обратились в полицию, но, к сожалению, там не смогли ничего сделать, потому что права оказались поддельными. Оказалось, что на паспорты, ну, этого человека взяли в кредит шубу. Ну, то есть, там, как бы такая история, то есть это целенаправленная была кража. То есть люди прямо целенаправленные пришли, чтобы украсть. Вот. И сейчас мы берем с арендатора, то есть, предъявление паспорта, чтобы он был при себе, и какой-то документ для залога отдельный. То есть по паспорту мы заключаем договор и берем документ, допустим, права или загранпаспорт. Ну, то есть у кого что есть. Фокус с поддельными правами больше не пройдет. Да. То есть, как бы и у нас камера в помещении, у нас охрана. То есть, как бы мы себя, в общем-то, обезопасили в этом плане. Вот. А по покупке БУ, на самом деле, я, ну, действительно, как бы не думала, что вот так это все глобально. Все непросто. Да. Вот. Ну, как бы мы, конечно, будем проверять, потому что я, ну, вообще, за то, чтобы этих воров приструнить, наказать, то есть, любым доступным способом. Или сделать вид, что мы покупаем и подумаем, и потом обратиться в полицию. Как часто удается этих самых воров вообще найти и наказать? И что предусматривает закон, как их наказывают? Установить личность преступника и его причастность к преступлению – это, наверное, капитация все-таки правоохранительных органов. Я им полностью доверяю в этом вопросе. Что касается меня, меня интересует именно возврат велосипеда законному владельцу. Про Валеру непременно расскажите, вот эта терминология Валера Виталик, про серийного велосипедного вора. Ну, это уже нарицательные имена положительного и отрицательного героя нашего сюжета. Изначально невымышленные? Да, изначально невымышленные. Был серийный вор велосипедов. Так или иначе, однажды был изловлен, задержан, наказан. Звали его Валера. Вот с тех пор на велофоруме мы всех называем Валерами, кто пытается украсть наших лошадей. Конокрады. Конокрады Валеры. Константин, расскажите, как наказывают веловоришек, что предусматривает закон? Часто ли удается, собственно, до какого-то победного конца довести это дело? Да, вот. До победного конца удается довести. Как я уже говорил, что была задержанная группа, где очень много эпизодов, где дело направлено уже в Ленинском суде находится. Наказание – это такая же кража велосипеда, это такое же уголовное преступление. Только если всё зависит от суммы ущерба, тоже в частности идёт. Если сумма не превышает тысячи рублей, то преступление квалифицируется уже по административному кодексу. Но Вы не так давно говорили, что от 15 тысяч стоят велосипеды. Да, да, да. Ну, бывает же по-разному. Украсть могут любые. Как мы говорим, любая кража вещи, она неважна, какая стоимость. Для каждого человека это ущерб. В этом смысле угон авто, угон велосипеда – это какие-то равнозначные понятия для закона? Конечно. Квалифицируется, говорю, если до тысячи, то это 7,27 статья, она предусматривает в пятикратном размере штраф, но не менее тысячи рублей. Если сумма ущерба превышает уже тысячу и составляет до двух с половиной тысяч, это уже квалифицируется уголовным кодексом. Это статья 158, часть первая. Срок наказания до двух лет. Если превышает уже две с половиной тысячи, это уже статья 158, часть вторая, и предусматривает она срок лишения свободы до пяти лет. Валера, на сколько сел? Серьезно. Точной информации не располагаю. Я хотел добавить, в связи с этим, что, учитывая, что мы покупаем велосипеды, исходя из своих максимальных финансовых возможностей, то речь идет о бюджете, как Вы правильно сказали, от 10, 15 и далее тысяч рублей. Зачастую 158. Зрители подключаются к нашему разговору. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Можно позвонить по телефону нашей студии 376-4588, рассказать свою историю или задать свои вопросы нашим сегодняшним экспертам. Евгений Бондарев на сайте спрашивает, что нужно сделать, чтобы велик попал в общую базу данных. Для этого нужно зайти на сайт veloroses.ru. В меню есть пункт регистрации кражи. По нажатии на этом пункте открывается анкета. Ее нужно просто заполнить через некоторое время. Обычно не больше суток информация оказывается в общей базе. Если велосипед еще не угнали, можно себя как-то подстраховать, зарегистрировавшись в каком-то сообществе, заявив свой велосипед в какую-то из этих самых баз? Здесь самое главное, я считаю, хранить первичные документы о покупке велосипеда, а именно паспорт изделия и гарантийный талон. Он либо отдельно, либо вместе с книжкой. Это ваше доказательство, доказательство Ваших прав на этот велосипед? На этом велосипеде указывается уникальный заводской номер рамы, который проштампован, как правило, велосипедов между педалями снизу на кареточном узле. И он является уникальным, что позволяет владельцу доказать право собственности на конкретный велосипед, а не просто очень похожий. Без вот этого номера Вы даже работать с человеком не станете или нет? Я просто сегодня видела, как Вы в ВКонтакте отчитывали девушку. А номер где? Да хорошо, что у тебя угнали велосипед. Вовсе нет. На удивление, большая часть велосипедов, то есть больше половины среди найденных, были обнаружены вовсе не благодаря номеру рамы. Даже если номер рамы был известен, то он лишь служил дополнительной уликой и доказательством того, что велосипед в розыске. На самом деле они были обнаружены по особым визуальным приметам. Ребята часто меняют такие запчасти, как покрышки, седло, педали, ручки руля, сам руль. Ну, в общем, всё, что прилагается к раме, так скажем, на собственный вкус. И вот эти особые визуальные приметы, они очень выдают велосипед. То есть в этом смысле, чем уникальнее и эксклюзивнее Ваш велосипед? Оксана, у Вас были какие-то особые приметы, отличительные признаки? Полный набор. Так, расскажите, что? Ну, во-первых, я его подписала абсолютно случайно. У меня дома оказались металлические буквы начала моего имени, поэтому я их туда приклеила. А так как я девочка, я нашла только клей из супермомента, и, в общем, я на этот супермомент щедро приклеила на раму. А дальше, так как я велосипедистка с хорошими формами, сиденье, которое мне в Триалспорте продали, не сильно понравилось. Я купила себе больше сидений, поэтому оно тоже выдаёт, мой велосипед индивидуально ко мне присваивается. Ну и там есть некоторые сколы, которые тоже говорят о том, что это мой велосипед. Его просто видно издалека, потому что ещё и марка достаточно редкая. Они часто встречаются в нашем городе мангусты ярко-синего цвета, подписанные с другим сиденьем, поэтому очень надеюсь. Я знаю все твои трещинки, в общем, отсюда. Разрешите, я добавлю по этому поводу. Велосипедисты всегда интересуются новой коллекцией от производителя, которая ещё появляется где-то в конце осени текущего года. Обращают внимание на все компоненты, изучают спецификации. То есть они зачастую знают, что на велосипеде стоит неродное. И когда интуиция подсказывает, что не хозяин велосипеда находится за рулём, проверяют по базе, заявлены ли именно эти ориентировки в розыск. О том, есть ли безопасные места и безопасные парковки в Екатеринбурге, о том, как правильно оставлять свой велосипед на парковке, поговорим сразу после нашего опроса. А сейчас что думают горожане о том, как всё-таки обезопасить свой велосипед от угона и велокражи? Смотрим опрос. Не нужно экономить на такой вещи, как велозамок, ну и, соответственно, не оставлять велосипед в неположенных местах. Механическими средствами? Наверное, не оставлять его в общественных местах вообще. Сейчас я его оставляю только дома в коридоре или на работе, прям поднимаю наверх и пристёгиваю хорошо так замком, желательно к чужому велосипеду. Не знаю, в Европе и во всех странах стоят, это зависит, мне кажется, от культуры населения. Банально останавливаться в всяких ненужных местах, ну и обезопасить себя, взять что-то для безопасности, цепочки. Оставлять в тех местах, во-первых, где видеокамеры, ну и с надёжным замком, чтобы был у него этот, у велосипеда надёжный замок. Привязать к чему-нибудь. Купить побольше цепей и сделать специальные места для хранения в городе. Специальные приспособления есть, ставишь на замки. В наше время нет, но если только домой заносить, какие ещё варианты? Лучше, чтобы его не было совсем. Говорим сегодня в прямом эфире о велокражах, о том, как обезопасить себя в этом смысле. К нам присоединилась Анастасия Чернавская, велосипедист. Настя, расскажи, пожалуйста, вот это что такое? Это называется обычный тросовый замок. И, как сказал Сергей, он абсолютно никакой защиты, ну практически никакой защиты не даёт. Прикусывается за несколько секунд. У меня был в два раза толще, перекусили его за одну минуту 35 секунд. У вас в руках то, что от него осталось? Нет, это та вещь. Мы ходили по офису, взяли такие же ножницы и ходили по офису, пытались отрезать металлические конструкции, те, которые попадались. Они перерезаются буквально тут же, просто этими ножницами. Поэтому большой вопрос к Сергею. Что может защитить хотя бы на пять минут? Хотя бы на пять минут. Мы покажем сейчас видеоматериал с камеры наблюдения. Казалось бы, сейчас у каждого маломальского крыльца есть своя камера. И, в общем-то, это должно как-то отпугнуть грабителей. Это не отпугивает. Это не работает. Сейчас посмотрим ролик, как легко и просто всё это делается. А параллельно, ну вот попросим Сергея всё-таки рассказать. Вот эти тросы, в которые верит Анастасия, абсолютно не работают. Что работает тогда? Такие тросики мы называем «подарочные ленты», правда, в кавычках, и с большой грустью, но это так. Устранить любой тросовый замок не составляет труда, несмотря на диаметр сечения. В основном большую часть занимает пластиковая оплётка. А сам трос, он также плетёный, выкусывается буквально по ниточкам не долей, чем за полминуты. Сейчас я и на кадрах... Мы сейчас смотрим это видео, на самом деле, да. Значит, что можно посоветовать тем, кто оставляет велосипеды регулярно в одном месте? Использовать, так скажем, максимальные средства защиты. Они могут быть неудобны для перевозки. Как правило, это закалённые цепи массивные, либо улоки, то есть дугообразные замки. Вы можете на велосипеде показать, как надёжнее всего вот эту самую закалённую цепь установить, чтобы велосипед сложнее был, чтобы это было не за пять минут одним лёгким? У меня, признаюсь, нет с собой такого замка, чтобы показать прямо на велосипеде. Но важно, чтобы замок придерживал как колёса, так и раму. Потому что известные случаи, они не единичны, когда пристёгивают за треугольник рамы велосипед, но остаются при этом без колёс. Вот сейчас мы, собственно, видим, вор спокойно отчёт. Мы с вами буквально отвернулись на минуту по велосипеду, а впервые с другой стороны. С другой стороны оказались без велосипеда. Так это и происходит.